всем привет сегодня 3 июля 2020 года и времени у нас на часах уже около пол девятого вечера наконец-то я добрался после всех обзоров после всех пробок парк муромец это парк который раньше назывался дружбы народов находится он на трухановом острове рядышком остров муромец поэтому его назвали муромец в принципе это хорошее название потому что муромец это имя древнерусского богатыря и имя нашего святого который собственно это фактически если отбросить какие-то были иные такие подробности то это один и тот же человек и его мощи почивают в святой киево-печерской лавре ну а честь имени этого замечательного человека назван парк и мы сейчас будем смотреть что здесь изменилось но поскольку я никогда не делал сюда обзоров я немножко в двух словах расскажу что есть вообще и потом мы посмотрим вот самая самая последняя реконструкция которая здесь прошла по моему она еще даже не закончилась и давно писали о ней но я как-то никак не выбирался сюда вот наконец выбрался забывайте подписаться на наш телеграм-канал вступать в нашу группу facebook подписываться нашу страничку фейсбук мы находимся в парке муромец парк муромец как я уже отметил находится на трухановом острове вот там у нас северный мост вы его видите съезд наверное все знают кто здесь часто ездили но для гостей столицы расскажу что это за место здесь на самом деле находится как собственно парк который получил имя относительно недавно муромец так и называемый x парк или extreme парк там где всякие аттракционы интересные но мы не будем его обсуждать просто я упомяну что вот здесь он есть там есть разные прокаты тех же велосипедов там есть какие-то квадроциклы какие-то не знаю поездки на водных лыжах игровые виды спорта и все 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 там есть так что кому интересно могут погуглить что это за x парк такой ну а большую часть это конечно же занимает обычный парк для гуляния для занятий спортом для каких-то там велопрогулок и прочее въезд сюда на машинах платный но собственно в парк проехать нельзя вы можете только поставить машину заплатив определенные деньги я не знаю сколько сейчас там поставить машину на стояночку либо заехать где-то от самый x парке там тоже за какие-то деньги либо бесплатно где-то примаститься на сам парковый комплекс скажем так там нету заезда в честь самого богатыря или муромца здесь вот такой вот шикарный выразительный памятник установили стать один из немногих памятников но виднее добы которые мне реально очень нравится думаю вам тоже понравится такая мощь ощущается сила в нем и вокруг сделан такой маленький уютный скверик озелененный с подсветочкой здесь регулярно ночью мы сюда приезжаем время от времени на велосипедах возможно вы видели там мои старые какие-то обзоры где я катался по островам ну вот тут вот работает еще надеюсь работает полив мы видим подстригают газоны и декоративные не знаю еливейт или что-то похожее здесь растения зона отдыха ну тут что-то вот не стригут видим частично стригли частично не стригли скамейки деревья в общем все красиво здесь сделано но это было сделано но уже наверное не знаю может быть не буду говорить но не менее там пяти лет назад может быть и ранее как минимум года два с половиной я уже это здесь знаю далее мы идем вдоль красивого газона здесь сделаны велодорожки видим еще до низа спуска могут ездить машины но дальнейшем там все перегорожено везде и нигде проехать нельзя даже на внедорожнике раньше еще нам удавалось но сейчас там полностью все перекрыто велодорожки на спуске видим дилинеаторами отгорожены далее тоже несколько лет назад вот такие вот скульптурные композиции были поставлены в честь чего точно я не могу сказать но подозреваю что поскольку в честь древнерусского героя назван парк то соответственно здесь какие-то скульптуры которые изображают вот мы видим копия древнерусского типа ногтельного креста каких-то еще не знаю фибул брошек еще кресты ну понятное дело что это увеличенные копии того что когда-то где-то находилась в каких-то раскопках видим уже несколько лет не подновляли это все поэтому то что было покрашено уже пришло немного негодность и вот собственно внизу заканчивается уже то место куда можно было на машинах попасть хотя сейчас я вижу все таки туда наверное прорваться еще можно потому что здесь такие временные ограждения заграждения стоят но ранее тут стоял такой массивный шлагбаум металлический и попасть туда никак нельзя было наверное будут делать опять такой же и собственно вот это вот часть а там где начинается последняя реконструкция вот этого я еще не видел не знаю если вы этого тоже не видели то будем как обычно вместе с вами знакомиться и так вот здесь раньше было просто дорожка грунтовая по которой всегда можно было хорошо на велосипеде ездить но как мы видим сделали здесь дорожку такую вот с асфальтным покрытием но что интересно почему-то она не обозначена как велодорожка почему-то здесь для роллеров и для скейтеров написано но тем не менее я думаю что все равно роллеров и скейтеров столько здесь не будет сколько велосипедистов потому что это вообще излюбленное место для велосипедистов и это часть так называемой тропы здоровья по которой такие особо выдержанные в отрывале велосипедисты они попадают аж с европейской площади с крещатика попадают на троечную туда вот так в объезд троечины там можно через весь этот остров через мостик через канал или там я не знаю это не канал называется бубровня по-моему там речечка такая вот и можно далеко-далеко выехать и заехать на край троечины с другой стороны далее мы видим было сделано мощение тут еще были такие старые советские плиты раздолбанные сейчас здесь новая плитка правда не из натурального камня а бетонная но все равно это лучше чем то что было видим высаженные деревья акации кита декоративные выставлены лавочки лавочки закреплены выставлены урны очевидно будет газон делаться в том месте где я сейчас иду и что еще интересно тоже какие-то вот скульптуры не знаю что-то их честно говоря не видел раньше или их просто не было заметно или их привезли откуда-то недавно видео он дикие камышовые коты ходят и наверное было привезено это все какой-то другой части может быть то даже этого же острова сейчас я нарушаю конечно иду по велоскейту роллерской дорожки думаю меня велоскейта роллеры простят у нас с вами такая работа обозревать и ходить по всяким местам нехорошим вижу здесь еще подготовили для чего-то место причем так интересно она идет там увидите узкая как под дорогу потом тут она расширяется возможно здесь будет какой-то еще либо роллер дром либо собственно уже будет для велосипедистов дорожка я пока не знаю пока как-то она выглядит как небольшая дискриминация возможно вы не знали вот здесь есть поля для мини-футбола на каких-то там условиях их можно арендовать причем я так до поздней осени видел здесь играют с ранней весны может быть даже и зимой если зима такая как в минувшем году была бесснежная вот видите мы продолжаем путешествовать по этой дорожке видим тут явно что-то еще намечается на центральной аллее традиционно было освещение я вот затрудняюсь вам сказать новые лета опоры освещения со светильниками или их здесь поставили несколько ранее но сам факт что здесь свет есть вот дальше света не было не знаю сейчас пойдем посмотрим будет ли он здесь в дальнейшем здесь примерно посредине аллеи установлен такой информационный щит правда здесь все равно он называется парком дружбы народов поэтому даже немножко теряюсь возможно дружбы народов и муромец они как-то что-то входят в часть чего-то не знаю но по крайней мере здесь мы читаем парк дружбы народов пивничная рекреаційная зона расшована в деснянском районе места киева на острове муромец парк складается за колькох частин дитячие водно-спортивные пляжи в там мемориальные яка представляет партерный сад с 15 секторами парк дружбы народов закладенный в 1972 роте загальная площадь парку 900 выбачьте 219 гектарев ваше место знаходжения в общем вы видите где мы находимся недалеко от съезда вот там троечка стоит эта парковка судя по всему и вот следующий такой значок это мы и вот мы видим здесь несколько таких маршрутов есть есть круговой маршрут а есть туда дальше аж к троещине куда-то идет он здесь он как-то не обозначен но это все можно проехать на велосипеде для тех кто любит марафонскую ходьбу те могут попытаться дойти пешком туда но это очень долго однажды мы ходили знаю наверное часа четыре заняло может больше и вот мы с вами вышли уже на место где ранее заканчивалась аллея вымощенная там далее было засыпано все щебнем утрамбовано но в общем то мощение не было и сейчас мы видим здесь так существенно продлили туалет дальше и похоже что все таки это новые опоры освещения потому что уже вот в этом месте точно не было никакого освещения и никогда его не было с правой стороны сейчас она там появилась мы видим продолжается вот это вот непонятная дорожка для не велосипедистов который велосипедисты упорно ездят но уже закончились лавочки видимо скоро приедут новая партия закончились деревья но тоже уже все размечено ямки заготовлены это значит что реконструкция отрывая так вот здесь мы видим интересные такие элементы в мощении вкрапления асфальтобетонных дорожек то есть это очевидно будут для вот этих самых скейтеров роллеров и возможно велосипедистов какие-то дорожки увидим туда дальше куда-то что-то пойдет тут если смотреть на карту особенно на старую карту здесь такой вот интересный круг с какими-то радиальными дорожками был если смотреть вот на это все сверху в плане его уже давно как бы нет но какие-то остатки дорожек оставались и моего хотят повторить потому что мы видим вот так явно идет дорожка туда за воротом это кругу так далеко 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 обходил и вот так по кругу возвращался сюда очевидно это будет восстановлено для того чтобы могли люди кататься здесь как я уже сказал было все защебнёвано теперь мы видим клумбы и видим явно здесь тоже будет высаживаться какие-то деревья растения не знаю может быть цветы еще я пока не видел конечного варианта проекта общем то вообще проекта не видел для меня только это все фейсбуке было вновь открыто поэтому решил сюда наведаться так ну видим где уже заканчивается на сегодняшний день реконструированная часть ну что сказать неплохо неплохо было бы интересно конечно знать как это все планируется чем планируется это все закончить планируется ли дальше куда-то продлевать его или это уже конец хотя даже если это конец все равно лучше чем здесь было мы видим такой интересный как бы разворотный круг в этой дорожке и далее пока вот ничего не планируется только сложены какие-то материалы вот вы видите что здесь было раньше вот таким щебнем все было заложено выровнено где-то какие-то еще проходили отдельные мы видим вот от плит остатки дорожки но это ненадолго его там уже все заканчивалось совсем вся цивилизация дальше дикие тропы идут ну в общем-то надо сказать что когда нету дождя то на велосипеде очень комфортно по ним ездит а мягко это не так как допустим по старому горбатому асфальту проспекта который на трещину ведет там вообще ужас был для велосипедистов частом хоть слава богу все уже сделали починили так ну что вот такой у нас получился с вами обзор не знаю интересен вам был вам или нет крайней мере старался рассказать то что вижу то что знаю вот мы видим появились долгожданные роллеры для которых сделана якобы вот это вот вся инфраструктура ну что ж на этом я завершаю наш обзор напоминаю что парки и зоны отдыха это как бы небольшая часть интересов наших и у нас есть на канале специальный плейлист который так и называется парки и зоны отдыха киева и там вот подобные обзорчики складированы поэтому можете если вам интересно где в киеве можно интересно так приятно отдохнуть я не имею ввиду ночные клубы имею ввиду вот такой вот отдых на природе можно сказать вот то можете заглядывать этот плейлист я с вами прощаюсь до новых встреч до новых обзоров огромнейшее спасибо хочу высказать нашим уважаемым донатором который нас поддерживает огромное спасибо всем кто смотрит нас подпиской кто делится нашими ссылочками на видео в соц сетях кто ставит нам лайки комментарии оставляет также большое спасибо всем кто делает такие вот замечательные парки зоны отдыха тем кто строит тем кто делает нам дороги мосты и все остальное огромное вам спасибо и низкий поклон за то что вы созидаете нашу любимую украину если вдруг кто-то не подписан подписывайтесь жмите колокольчик подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в нашу группу фейсбук и подписывайтесь на страничку фейсбук мира любви счастья добра здоровья здоровья вам и вашим близким пока украинские субтитры сделал DimaTorzok